друзья интересное очень здание историческое не зря меня вот сегодня обстоятельства забросили в эти техно все сегодня я буду говорить матом вы меня простите в эти техно и бенях это вот тэц на которой я одно время изгнанный совеста страдал значит но а вот это вот здание видите с выбитыми стеклами это все завод имени ленинского комсомола на котором когда-то строили корабли любых классов но главное его направление было атомные подводные лодки и всего два было стране завода которые могли атомоходы строить это северодвинский комсомольский на амуре все остальные могли только дизельные строить мелкие объекты всякие ну как бы не тот тоннаж доков и так далее даже питера не мог строить питер мог строить только надводные крупные корабли а вот подводные лодки увы нет тем более больших проектов океанских и вот это вот один из последних цехов можно сказать последний был мебельница который сделали это цех автоматизированный то есть это цех роботов короче это был первый на заводе полностью роботизированный комплекс под него выстроено здание охеренный про она в принципе одно из самых высоких знаний даже выше доков которые там присмотреться видны сухих и вот это вот руины разруха уже не совру 24 года то есть я когда я умудрился и на этом заводе поработать ну потому что жизнь такая была пытались работать там где платили и у меня тут батя до пенсии проишачил на нем когда он списался с реки на берег то пошел куда податься речнику до капитану теплохода толкача как не на судостроительный завод сделал там не хреновую карьеру очень не хреновую как бы и как руководитель и как инженер по комплектации по доставке короче ну увы вот видите какие разбитые стекла ну вы просто понимаете почему тонут лодки почему авианосцы загораются вот ответ на ваши все глупые вопросы насрань которую льют там с первого канала ура потрет вот этот цех хитрость была в том что там была куча по тем временам крутых компьютеров которые размером были несколько холодильников то есть системные блоки были на здоровых процессорах периферии на огромных микроскуток они огромны тт логика была управляющая 155 и 1555 55 533 серии если кому-то это что-то говорит 580 микропроцессоры так я пробегаю просто по своей молодости вспоминаю меня были даже так сказать шефы мужики с это у меня батя как раз работал при пуске этого цеха тут он как бы работал причислен был тоже к нему и как бы вот мужиков наладчики приезжали со всей страны электронщики командировку по три месяца тут же он знал многих заходили ну скажем прямо в гости квасили рассказывали о жизни и снабжали разумеется ради деталями списаны а что такое пацану да в девятом классе до такую коробочку из-под блесен набитую 155-ми иногда перепадалась и мог логика которая была дефицитная на полевика какой-то восьмидесятые года был страшный дефицит или регистры с памятью там какие-нибудь на которых можно уже делить не частоты делать там программируем и всякие прескалеры высокоскоростные си кварцами ну кварца резонатор а это хозяйстве было вот такие вот дела короче так что я электрончик охренительно потомственный вот можете считать меня сама учка я сейчас там он видите отсея в бордюры теплицы брусчатка потом вот написано всего от великого предприятия вот это вот руина короче и и даже еще распилить не могут вон сколько ярусов на пожарной лестнице боковой всю электронику всю электропроводку медные шины питающие привода все это выдрали еще в начале двухтысячных ну в аккурат как пришел наш крендель сказочный тут и понеслась это разграбление предприятия до этого она еще как-то стояла держалась пенсионеры плюс стали помирать ну и так далее которые там хоть как-то людям не платили по полгода зарплату на этом предприятие вот представьте даже я когда работал я зарплату получил именно зарплату полностью не аванс какой-то только за месяц четыре месяца проработал в конце третьего месяца написал заяву на увольнение понял что никакого контракта с индии не будет на подна достройку подводной лодки нерпы которую с которой масса было приключений из-за нее собственно может деньги платили но эти деньги остались москве до комсомольска они не дошли ну руководство там что перепал вот так вот до работяг не дошли так что я но я посмотрел всю эту кухню изнутри я понял уже тогда куда нас этот кормчий гбшник приведет так что для меня нихера удивительного нет в этой мрази вот его час я иду мимо руин вот этих всех и мне надо дойти еще до одного магазина потому что вот пример наших продавцов продали мне опять не ту гайку все-таки как я начал мерить ну не буду я затягивать пришлось опять перепокупать очередную гайку бляха хомутики дерьмо это вот полное дерьмо надо другие либо герметик хороший я хочу зайти ужас я сюда попал я хочу зайти в еще один магазин а вот здесь вот был еще электротехнический завод но он как бы тоже привязан к этому заводу потому что куча электродвигателей станков все это ломается перегорает нужно электродвигатель не чтоб ремонтировали чтобы делали новый релей на контактные всякие сейчас давно уже тут продажа директор электрозавода тоже конченая но он не платил работягам зарплату зато он хапал перепродавал крутил их деньги по коммерческим этим и сейчас это крупнейшая не только в городе но и в крае сеть короче по продаже всего от начиная техники всякой гусеничной там кончая ну вот этим же самым дерьмом короче может он уже сдох конечно но тварей которые вместе с ним как бы кидали они кидали не только работяк они кидали как-то опять таки будучи голодным работая на телестудии я приходил рекламу делал вот сделал им охренительный рекламный букет они делали там на электрозаводе установки для разлива нефти с цистерн и прочей хренаты ну то есть железнодорожных прочих и вот они мне попытались не заплатить за рекламу я потратил полтора месяца фотографировал с фотоаппаратом цистерны лазил там фотошопе в коре ли все это редактировал подготавливал макеты для в подмекере для печати но гранки остались у меня то есть ничего не с меня не поимели при этом у них у этих тварей жадных на носу была какая-то международная московская выставка вот смотрите опять алчность мудаков ты они думали что они сука делают задешево здесь рекламу такой вот лох пришел стали студии и конечно здесь ничего не заплатят но в итоге они обосрались с выставкой потому что у них рекламного материала того уровня то что им сделали москвичи срочно там за две недели до выставки это был поставить тем буклетом там на 16 страниц который я сделал по каждому изделию две или четыре страницы с фотографиями все как инженерно четко выложен материал эту порнуху которую сделали москвичи видели 104 такого сложного напополам ну я молчу короче и эта фирма потеряла ну как долю в рынке в этом установок наливных значит стала заниматься ну вот это и вот еще больше стало всяко купи-продай чем производство вот такие вот пироги короче все тут похоже кончилось засыпано снегом и кончилась тропинка и мне негде идти бля мчатся автомобили а там собаки вот же срань какая попытаюсь забежать никто тут частный сектор поэтому никто не чистит вот такие наши алчные коммерсы ну кто-то на грабе в деньги присосавшись к ним жирует вот эти мрази поэтому их жизнь мрази сложилось удалось кто-то уехал в москву и скажем хуй с ними счастья от этого у них больше не стало а даже наоборот поэтому как говорится подобное липнет подобном а мы вот рассекаем по улице эта улица называется гаражная ветра сегодня нет сука ну какие водители вот море мог бы притормозить ну дал бы человеку пройти не он будет часто пикликать все застрял я ну и как не могу перейти еще пойду в нагляк а блин осталось вон до того красного здания даже ближе дайте а вот здесь еще интересная штука вон тот домик это был учебно-производственный комбинат и там дети учились причем это одно из зданий учились мое время на специальности всякие на рабочие иного автослесарей и на сварщика но сварщиков реже мне не было знать там были немножко с другим уклоном на токарей на фрезеровщиков в общем хотя там большую через тюрьму а у нас электриков было другое здание ближе в городе и как бы более цивильно мы считались элитой причем я в электрике попал ну чисто случайно потому что все ломанулись почему-то в автослесаре все хотели не знаю почему такой тяга к машинам как бы и я абсолютно не жалею что я получил третий разряд электрика окончил у пк поработал практику прошел на металлургическом заводе во время пуска тоже интересной установки то есть новый завод построили установка по непрерывной разливки и даже видел ее первую плавку которую принесли но там их разливали виде сувениров чугуняку и сталь сталь конечно же была там потому что электропечки были 100 тонны и крутые для того времени охерительно здоровый 100 тонн это ого-го печка электрическая кто понимает сейчас может не так да и сейчас тоже неплохо у и прокатный стан который разливает металл сплавки в линию делать там или проволоку или швеллер все это автоматически на длине в три километра с одной стороны горячая заготовка заходит и постепенно ее там прессуют прокатывают разбивают обрубают или там как пробку в бухты закручивать и на выходе получается готовый продукт и стоят вагоны туда кидает робот автомат там отрубает вот такое было производство сейчас этого ничего нет но вот здесь то еще что не смогли допилить тоже это не металлобаза это предприятие занимавшиеся всякими констру металь стал конструкция по всему дальнему востоку короче а ну вот теплица тоже существует как-то но давно уже сдохла ладно я пришел руки замерзли выключаешь вот тут кипит работа я уже вышел неплохой магазинчик статьи по ценам и по обслуживанию по ассортименту и я вот уровень нет потребовал нет у меня хозяйстве уровня но это завершающая картинка к сюжету про заводы и про прочие все дела хотя я еще не закончил как линолеум пойду покупать ну скорее всего я его не куплю это будет уже отдельная песня я хрип на холоде для того чтобы не попасть центр блин линолеума мне нужно пересечь он туда к заправке дорогу ну рискну я так бугрыбой раки машины быстро ехать не могут поэтому шанс у нас одинаковы в смысле у них шанс меня задавить у меня шанс от них простите это слово девушки внимание на вострите уши и швейцарии из италии из германии съебаться это вот называется когда человек убегает от опасности но он делает это достойно он это делает не так что вот трусливо с чувством исполненным гордости хотя бывает по всякому либо под давлением превосходящих сил противника и при этом шансов догнать его практически никаких вот это означает слова съебаться хотя в другом конфликте она означает отношения между мужчиной и женщинам только без приставки с ну и дальше можете исследовать наш могучий язык удачи вам ну как бы некоторые тайны вот так вам я открыл надеюсь я вот туда идут тоже смешное название а что я только снимаю а ну это вот весь выбор да то есть из того что мне нужно нужной ширины всего лишь вот такой богатый выбор для дизайна крути причем половина не подходит просто по толщине потому что мне нужен накипленный вот вроде неплохая фактура цена кусается но рисунок не такой какой я хочу в принципе с нужной фактурой 4 рулона я нашел поэтому вы будет совсем пазаруха в дизайн попытка даже сделать какой-то ремонт наталкивается на российские реалии мне нужно сделать это быстро и как ни странно я тоже вот на этот линолеум положил глаз который сейчас режут другого варианта вот они одинаковые этот более темный тоже танковать конечно но чуть делать делать нечего увы это реальность я продолжаю свой сука репортаж с города комсомольска уже пять часов 20 минут видно уже зажглись огоньки уже наступает ночь ну как я говорил до пяти часов мне нужно было все успеть сделать и поскольку сука у меня нету друзей то придется сейчас спросите человека вопросик а на 66 сколько будет если добраться если не занят ну дорого ладно спасибо за 4 я пытался договориться с грузович ком и он предложил избавить меня от 450 рублей переместив вот этот рулон и меня на расстояние три с половиной ну три тысячи семьсот пятьдесят метров так вот этот рулон стоит 3400 рублей я подумал что здоровье у меня еще вполне богатырская не хуже чем у грузовичка тем более если на 500 рублей можно даже тортик купить есть смысл минут 40 поработать ногами руками короче люди русские не жадные люди русские хорошо умеют считать в уме и хорошо знают свои силы за 300 я бы согласился честно но 450 ну может у человека были какие-то дела хотя он сидел в кабине грузовичка игрался в игрушки в мобильном телефоне а поскольку друзей у меня вдруг не оказалось то есть я начал конечно обзванивать товарищей потому что ситуация у меня как бы чрезвычайная почти то есть я решил неожиданно затеять микро ремонт вернее это была установка плитки газовой которая в итоге как стихийное бедствие как лавина сорвалась и понеслось 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 короче вот это вот мечеть в нашем городе полярников дальнеусточников образовалась лет семь назад с какого-то хера ничего не буду говорить но ей тут явно не место увы мне надо руку перехватить потому что она замерзает у меня еще линейка мерная и я как бы в автобус с этой херней сесть не могу потому что сейчас час пик ну и просто она здорово поэтому мне придется как у нас говорят по матершинному мне придется маленько повъебывать это тоже от слова и баться но тут значение такое что приложить максимум усилий к достижению поставленной цели 12 минут я уже в пути вот только что этот фонарь вдруг погас когда я опустил кусок этот линолеума с плеча на землю его час он опять загорелся ну видимо сейсмический толчок плохо приделанные провода сотряв они там отошлись ну а я иду дальше и попутно учу вас русскому языку а также общаюсь со своими подписчиками вот настоящему мужчине русскому некогда ходить во всякий фитнес и прочие клубы где качают сиськи там и другие части тела сиськи-матические это есть такое слово систематически был нас руководителю но у него говорил у него получалось сиськи-матические звали в леонид улич брежнев и эта фраза сиськи-матические она вошла в анекдоты во многие настоящем мужчине некогда качать поэтому когда ему предложат альтернативу позаниматься спортом за просто тогда ну каких-то полчаса допустим вдруг выпало или заплатить 450 рублей и не заниматься спортом то он выберет разумеется первое а те кто занимается всяких залах это жертвой геморроя в общем когда им стукает в офисах в одно место вот тогда они бегут в зал и там начинают сиськи-матические накачивать и так далее либо еще хуже им стукнет чуть чуть выше но с другой стороны тогда виагра и все прочее как говорится вот мне это не нужно я вполне себе еще вот прикалываюсь снимаю видос по пути не терять время комсомольскую это старый город улица пионерская как-то я уже летом ее показывал зимой она выглядит видите покрасивее кстати вот тут моё у пк его не видно к сожалению поликлиника закрывает за поворотом но тем не менее и с малой долей вероятности есть шанс у меня тут сесть в автобус ведущий прямо на мой квартал он может быть даже не сильно наполнен людьми но он ходит так редко что с той же большой вероятностью я его обгоню пешком уж там раз 40 минут может ходит вот такие вот прикол руки опять замерзают придется мне перчаточку одеть ну и замерзать телефон сейчас я поставлю вот это вот трехметровая не два с половиной длина у него три метра хотя мне кажется что отрезали больше отрезали больше это ладно денег взяли за три метра лишний не помешает запас хозяйстве разбираться некогда с ошибками человек везучий просто поэтому только я дошел до остановки и появился этот самый редкий автобус номер двенадцать который идет прям моему дому я запихнул вот этот вот рулон заплачу за нас двоих ну и хватит как бы спорта потому что мне еще его затаскивать наверх расстилать и как говорится по настоящему нет не буду ругаться только предстоит еще с ним развлечься потому что это только начало ремонта продолжение будет но в следующей серии мне каких-то две остановки осталось проехать но людей в автобус набилось и я сейчас напоминаю персонаж фильмов антоса против всех ну потому что по этой дороге ушатает и и вот ловишь равновесишь на кого-нибудь не уронить просто мне жалко грязная будет и опять не взваливать на плечи смысла нет а он два джипа поцеловались так что на людей джипов это не есть части вот они разбираются кто из них кого я видел причем за рулем одна лужа еще одна была самое главное что автобус еще резко тормозит поэтому это можно сказать второй этап спортивных занятий это ничуть не отдых езда на автобусе это тоже экстремальный физкультура чем-то напоминает сноуборд только еще штанга блин у мы сделали но тут можно что-нибудь нецензурное добавить ну ладно не настолько я уж прям рад и не настолько я устал конечно руки прокачал на поворотах на риски торможения потому что у нас каждый второй водитель автобуса это прошлом рокеры он бьет по тормозам и автобус как конь ездовой то встает на дыбы то горцует в общем попытка удержаться на ногах удержать себя это короче еще то занятие ну килограмм 16 18 вот эта штучка весит трудно сказать ну как бы так но не меньше 16 точно есть поэтому я вот фантоцы против всех а юрич хочешь сделать хорошо сделай это сам верный принципу потому что если ты свое дело особенно свое жилище до благоустройство поручаешь извините меня за это слово долбоебом которые хотят только денег и абсолютно не стремятся делать свою работу качественно то во первых потом придется переделывать во вторых останешься без денег а в третьих время потеряешь поэтому и самое обидное конечно это национальный все русские очень эмоционально ранимые мужчины особенно существа поэтому когда они как дети не получают обещанную игрушку то они как правило падают депрессию спиваются суть сидят они редко в отличие от японцев пускаются во все тяжкие как балла все тяжкие может не известно чем закончится поэтому чтобы быть морально и эмоционально уравновешенными спадает меня шляпа это потому что дорожка узкая не может стоять меня заносит один ботинок или сам виноваты слезы я могу пойти по улице вот так уголком как европеец или японец ну русские ниши от пути короткие эффективны не факт что они легкие но зато они ведут достижению поставленной цели в этом значении слова поебаться на данный момент как бы идеально отражает суть текущего момента и ситуации но это не самое большое да потому что все таки всегда тут можно вызвать такси тдс в конце концов можно этот линолеум закопать сугроб и прийти за ним утром главное не забыть где закопал и с большим шансом он до утра до лежит особенно если солнце не взойдет но это так шучу конечно если устанете но реально ладно пойду я учился бураки таки вот эта школа где учился сейчас школа для дебилов много раз говорил мне это грустно говорить раньше тут учились гениальные люди том числе я известно не только в нашем городе или край далеко за его пределами а вот это дом а барышня которую я влюблен и и не существует жаль что она умерла и не одна короче все умерли у на у на у на момент в общем так вот как там песня про люди если ты знала если ты знал руки по штурвалу есть одна у летчика мечта высота высота вот месяц на пятый этаж это затащить ну ничего сложного помещение отапливаем он просто немножко в габариты подъезда будет не попадать низма и мазать него не хочется и у сего и проблему доставки все проблемы я решил кроме наличия ключа на 22 потому что моего товарища который в прошлом слесарь киповец не оказалось разводного ключа дом я ему сказал какой же ты киповец так ну тут все нас пытаются избавить от недвижимости московские гандоны их мусульманские так сказать эмигранты риэлкеры то бишь поэтому я вот всегда делаю так с такими объявлениями достаем из широких штанин вовсе не то что вы подумали нет не серпастый молоткастый девушки может подумали другое чуть мы достаем ключ от коллективного подъездах еще деньги есть блин один рубль упал тысяча чертей как грел капитал сильвер шиастры вот она нет ради этого можно нагнуться тем более упал не один упал их целых два ну что звон был двух монет вот они пиастры как-то они у меня не в том кармане оказались в кармане с ключом ну все беру и иду до запах еще после наводнения на первых этажах я вам скажу не очень симпотный по-прежнему фонит из подъезда потому что сегодня потеплело хотя с сентября уже с октября вернее когда вода ушла среди октября прошло как бы месяца так два уже ну нифига долго еще будет поэтому-то я ремонт решил сделать все-таки тут линолеум провонялся между четвертым и пятым этажом и тут возникла уже песня кто привык за победу бороться с нами вместе пускай подпоет то весел кто хочет добьется кто ищет тот всегда найдет эта песня веселый ветер извините за сбитое дыхание я надеюсь придет второе мне дыхание я вам расскажу про бля мудаков которые поставили минимальную задержку времени вот этому автомату надо в него залезть все некогда скрутить резистор поставить на максимум материалы инструменты комплектующие для экстренного ремонта доставлены правда у меня плитка уже отключена к меня но как человек запасную экстрим я налил в тормоз кипятку поэтому сейчас не перекуриваю дальше начнется самое можно сказать сексуальных прямой эфир когда я буду все выносить потому что это все придется вынести скажем прямо и потом опять заносить кое-что можно наверх будет скидать ну ладно с вами был юрьевич экстремальный ремонт и русский язык применительно к строительному к канал не для детей ни разу но для тех кто по-настоящему хочет жить думать говорить по-русски и понимать мать русских особенно русских мужчин